Добро пожаловать, друзья, на канал Invest Hacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Биткоин провалился под 30 тысяч долларов. Да, я такого не ожидал, признаю честно. И, собственно, что тут признавать, это в каждом моем видео можете видеть. Я говорил, что 30 тысяч выглядит как солидная поддержка. И сейчас на наших глазах биткоин как раз пробивает эту поддержку. И куда он пойдет дальше, мы порассуждаем с вами в сегодняшнем видео. Будет коротко, по графику, по биткоину, по эфиру, по доминации. Ну и пару слов о коруре, которая выиграла парачейн аукцион на кусами, если это кому-то еще интересно. Итак, по графику мы видим дневные свечки вчера. Вчерашняя свечка закрылась вроде как на поддержке. Здесь у нас был тренд, который начался 19 мая, 9 июня. И закрытие было на тренде, был шанс отскока. Но сейчас мы видим, что отскока не случилось. Идет пролив. Специально я не показываю свои картинки, чтобы не перегружать график для начала. Давайте посмотрим. Биткоин находится под всеми средними скользящими на дневном. И на недельном мы тоже пролились под 50-недельную среднюю скользящую. И устремляемся к сотой. Давайте подумаем, посмотрим, какие уровни нам теперь ждать. Ну, прежде всего, есть 100-недельная средняя скользящая на уровне 24,5 тысяч. Конечно же, есть предыдущий all-time high, 20 тысяч. И мы видим, что здесь тоже есть некая зона поддержки. Но это существенно ниже, чем 100-недельная средняя скользящая. Поэтому сначала будем рассчитывать, что она нас поймает. Но, во всем случае, я себе так это вижу. Что еще у нас говорит за 24 тысячи? За 24 тысячи говорит futures gap. Сегодня уже кое-кому показывал это, покажу и вам тоже. Если не знакомы еще с фьючерсными gap, это график фьючерсов на биткоинах, которые торгуются на обычной бирже. То есть, с утра до вечера, в выходные не торгуют, ночью не торгуют. Поэтому, если, например, цена на биткоин была одна вечером, а следующим утром она открылась существенно выше, или цена была, например, 23,5 тысячи в пятницу, а в понедельник биткоин на бинансе открылся по 27, значит, образуется gap. Такая дырка в графике, грубо говоря. И обычно эти gap закрываются. Что значит закрываются? Вот, например, будет пример закрытого gap. Ну, понятно, что это все-таки график, а не геометрия. Мы видим, что цена была 60,5, потом открылась на 56. И со временем, через несколько дней, недель цена вернулась до этого уровня, по сути, закрыла gap и после этого продолжила свой путь вниз. Ну, можно считать, что здесь, в принципе, наверное, тоже есть gap. Вот здесь на уровне 46. Но пока мы с вами смотрим на уровень 24,200. И, возможно, цена дойдет до него. Здесь же у нас будет и недельная средняя скользящая. Правильно понимаю? Здесь она будет немножко в другом. Ну да, по сути, она прямо здесь, да, недельная средняя скользящая. Так что уровень 24,500, возможно, будет неплохим для такого swing трейда или входа на долгосрок. Ну, по поводу долгосрока скажу, что действительно я по-прежнему не отказываюсь от своих слов. Ничего фундаментально для меня не изменилось. Биткоин действительно хорошая инвестиция. Да-да-да-да, она 60% за несколько месяцев потеряла. Но мы видим и знаем, куда этот график идет со временем. Поэтому, если вы не берете на себя больше риска, чем можете себе позволить, и вкладываете разумные деньги, которые вам не понадобятся в ближайшие несколько, допустим, месяцев, а лучше лет, то вы, несомненно, сможете получить прибыль, профит от того, что вы вкладываете в биткоин. Ведь если, например, вы решили откладывать какую-то небольшую часть денег себе на пенсию в, не знаю, под подушку или на сберегательный счет, ну, не будем говорить о том, что это плохая идея, это ваши деньги, какая мне разница, как вы ими распоряжаетесь. Но если вы, например, решили это делать, то вы же не будете по какой-то либо причине отказываться от этого плана, несмотря на то, куда пошла цена, не знаю, того же рубля, доллара или в чем вы там откладываете. Я к тому, что если вы покупали биткоин по 60 тысяч на долгосрок, то почему бы его не купить по 30? Я знаю, что многие из моих зрителей так делают, и они делают уже на протяжении нескольких лет, и сейчас подбадривают новичков. Особенно интересно, что многие новички сейчас понимают, что альты действительно сыпятся быстрее битка, и говорят, что в следующем цикле уже в основном будут вкладывать в биткоин, а не в альткоины, потому что альткоинами хорошо спекулировать, биткоин хорошо покупать на долгосрок. И мне очень интересно наблюдать это изменение в психологии, потому что, ну, вы знаете, как у меня было первые два предупреждения. Первое было по поводу щиткоинов, которые создавались, да, вот эти все собачьи коины, которые, собственно, и ознаменовали топ нашего криптоцикла на сейчас, но пока что. А второе относилось к альтам, когда я продал альты, и многие мне говорили, что вот, ты зря это сделал, паникуешь, скинул их раньше времени. Оказывается, я скинул их вполне себе в хорошее время, потому что альты с тех пор потеряли еще очень-очень много. И мы видим, что доминация растет, биткоин падает, доминация растет, значит, альты падают еще быстрее. И теперь уже, может быть, кто-то не верил, да, что альты могут просесть сильнее битка. Теперь, друзья мои, предлагаю вам поверить на слово, не проверять на собственном кошельке то, что альты еще и бывает, что отрастают медленнее, чем биткоин. То есть сейчас, если вы ходите свои альты и думаете, что сейчас, когда биткоин остановится и пойдет обратно вверх, альты начнут расти быстрее, это, друзья мои, совсем не факт. И более того, им же отрастать придет существенно больше. Посмотрите, как ужасно выглядят все альты. Да, буквально все, за исключением, крайне редко. И, кстати, о крайних исключениях. Есть же у нас с вами Кусама и Карура. И Карура вчера выиграла первый парачейн рабочий на Кусаме. Вот это их roadmap. Здесь мы видим, что сначала, значит, создали crowdloan, теперь выиграли. И сейчас они будут запускать Карура Genesis Launch, то есть какую-то программу, приложение, сайт. Будем наблюдать, кто-то они его запустят. Я сделаю обучалку, как им пользоваться, как им проводить ликвидити и так далее. И здесь запланировали они distribution токенов карт, то есть будут раздавать токены Карура. Как только раздадут, я вам тоже расскажу. Ну, и нельзя не любить криптоиндустрию, конечно, за их мемы. Вот какой-то профессор купил биткоин в мае 27 мая, поставил лазерные глаза и сейчас, сегодня шутит над собой. И говорит, да, in hindsight, that was a top. То есть сейчас можно рассуждать о том, что это и был топ. Но многие говорят, что таким топ-сигналом как раз является то, когда не биткоин люди, не биткоин персоналити, начинают покупать битки, об этом постить, ставить лазерные глаза. Это обычно как раз признак того, что идет перегрев рынка. Ну, на то были предупреждения. Давайте посмотрим эфир. Эфир к доллару, у него есть, например, свои поддержки. Вот, например, есть 50-недельная средняя скользящая на уровне 15.43. И есть и другие уровни, которые стоит обратить внимание. Горизонтальный уровень на 1700, который он сейчас тестит. И ниже будет уровень уже 1400, где-то там между 50-ю и 100-недельный средний скользящий. У меня тут, по-моему, начали косить траву, поэтому я буду скоро закругляться. В принципе, опять же, закруглюсь на том, что не надо паниковать. Самая обычная, самая частая ошибка – это то, что продают на красных свечах, покупают на зеленых. Особенно те, кто купил на зеленых, любят продавать на красных. И наоборот. Поэтому, похоже, что биткоин пробил поддержку свою на уровне 30 тысяч. Дальше мы ему отметили в районе 24. Возможно, биткоин поступит так, как ожидают меньшинство. Просто отскочит здесь, и это окажется огромным таком стоп-раном. Он полетит вверх. Конечно, шансы на это небольшие. Скорее, он все-таки дойдет до 24 тысяч. Но, пожалуйста, придерживайтесь плана. Если у вас есть план покупать биткоин раз в неделю, я думаю, что нет смысла его сейчас менять. Если у вас есть план дейтрейдить, то не увлекайтесь. Если это трейд, значит, это трейд. Это не инвестиция. Даже если он пошел не в вашу сторону, его надо отрубить. Я, кстати, закрыл сегодня свой лонг, потому что посмотрел вот на этот график, когда пошел пролив. Я увидел, что стал закрываться под сопротивлением. И вот здесь на отскоке по 29600 я закрыл. В общем, если биткоин отсюда отпрыгнет и пойдет на новый хай, то все посмеемся, что я продал, закрыл свой лонг на самом нижнем уровне. Однако я все-таки жду, что биткоин прольется ниже. И я где-то открою, наверное, следующий лонг на уровне 24 тысяч. Осталось нам еще дождаться, когда произойдет то самое difficulty adjustment, про который я говорил, что пазл биткоина, сложность его подстроится под уменьшившееся количество майнеров. И я думаю, что это будет ознаменовать, конечно, момент перелома. Скорее всего, биткоин начнет расти. Ну, потому что все-таки цена биткоина привязана к цене майнинга. Сейчас майнить получается непрофитно, сложно. А когда станет полегче, тогда цена, я думаю, что отскочит и пойдет вверх. Но на этом, друзья мои, буду заканчивать. Не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. Придерживайтесь плана и не расставитесь, друзья мои. Это все временно, это все пройдет. Тренды меняются. Скоро наступит и наш с вами бычий тренд, я уверен. Спасибо, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok